Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будет Мукбанг с KFC. Почему я решила сделать этот заказ? Все очень просто, я очень сильно соскучилась по вот этому вот десерту. Он просто обалденный. Я брала его и в Макдональдсе, но вы знаете, в KFC он даже вкуснее в какой-то степени. Здесь такой, знаете, творожок и вишневый джем. Обалденно! Посмотрите, как хрустит. Это лучший десерт в моей жизни. Самый лучший. У нас здесь твистер и крылышки. Все это мы быстренько сейчас схомячим. Вчера вечером лежала в кровати и думаю, блин, так хочется этого десерта. Просто влюбилась, девочки. С чаем идет просто на ура. Лежала-лежала в кровати. У меня там приложение Sunlight. Опять себе кое-что заказала. Если вы хотите, дайте мне знать. У меня папа скоро приезжает, как бы он мне все это привезет. Если вы хотите, я вам сниму отдельный ролик про все изделия, которые я купила. Я очень люблю золото. Вы знаете. Папа меня спрашивает. Доченька, что тебе привезти? Я такая папа палки колбасы. Как можно больше. Можно 5 палок колбасы. Говорит, так я на самолете. То есть мне это таскать, это все перевес. То есть папа, получается, через Турцию привезет все это дело. Так что ждите. Очень нравится мне их изделие. Я заказывала там. Я была одноклассница. Знаете, что делала? Мы учились в 10-м, по-моему, классе. Вроде бы, казалось бы, совсем ребенок. Может, она меня смотрит, если меня смотришь. Огромный тебе привет. В общем, она... У нее был знакомый. Точнее, это был ее двоюродный брат. У него была маленькая такая точка с бижутерией. Девочка, прикиньте. И она там где-то заказала такую вывеску, что принимается золото. Получается, дешево это золото покупало у людей. Она, видимо, там во всем этом разбиралась. А потом уже перепродавала. Намного дороже. И на этом, как бы, наваривалась, так скажем. Неплохой был бизнес. И очень интересный. Потом предлагала эти изделия нам, девчонкам в школе. Кто-то покупал, кто-то нет. Вот суть в том заключалась, что... Получается, что она школьница. И занималась вот таким вот бизнесом сложным. Сейчас у нее вообще не то, что свой магазин. У нас есть, как сказать правильно, торговый центр, наверное. Где вот просто один этаж, это все золото. И вот один из этих магазинов сейчас ее спустя, наверное, лет 6. Поэтому я считаю, что если есть желание чем-то заниматься, почему нет? На любом бизнесе можно хорошо зарабатывать. Моя, например, бывшая одноклассница там ногтями занимается. У меня там каждый день по 5 клиентов. То есть было бы желание... Да даже ютубом можно заниматься элементарно. Снимать видео. Вот было бы желание у людей зарабатывать и что-то делать. Полно возможностей. Вот реально меня раздражает, когда люди говорят, что нет работы. Не знаю, нет возможностей. Что мне делать? То есть все в наших руках. Запомните, ребята. Мой одноклассник там, смотрю, в Сукар устроился. Ну, это типа нефтяное производство. На Х5 гоняет, там несколько у него машин. То есть в какой-то степени нужно не бояться что-то начинать. Смотрю на своих одноклассников и думаю, бог мой, живут люди. Ну, то есть в хорошем смысле я имею в виду. То есть я не с завистью, наоборот. Я смотрю на людей. Честно, я всегда смотрю на людей, которые много работают. И мотивируюсь. Недавно я заметила под своим видео комментарий Наташи Кисель. А я ее тоже смотрю. Я, честно, люблю таких людей, которые очень много пилят контент. Прям трудятся, как пчелки. Я смотрю ее влоги. А тут чисто случайно вижу комментарии под моим видео. Я такая, опа. Причем она блогер, наверное, лет 10. И давно я ее смотрела. Как там она на премии Муз ТВ. То есть они обиделись на Муз ТВ, что такое, короче, видео было. Я помню, что лет 5 назад там я сидела, смотрела ее, это видео и думала. Блин, вот я бы тоже хотела стать блогером. А вообще, смотрю, она мне пишет комментарии. Я такая, вау. То есть, ребят, все ваши желания, все ваши мечты, они осуществимы. Главное, правильный подход. Конечно, бывают разные случаи. Помните, мы активно пиарили Бургер Стейшн, который закрылся. Невероятно крутая хозяйка. Все супер у них. Хорошее мясо, хорошее качество. Мне кажется, тут немножко проблема была вместо расположения. То есть ресторан находился в непроходимом месте. Из другой части города не будут приезжать чисто из-за того, что у тебя вкусные бургеры. Сюда. Понимаете, тут была ошибка, мне кажется, именно вместо расположения. А так все было у нее идеально. Так что вот так. То есть самое главное поставить перед собой цель. Замотивировать себя правильно. Вчера вы мечтали, например, о какой-то дорогой машине. Сегодня она может быть вашей. Правильно. Главное, правильно настроить себя. Вот это, девочки, ногти, ресницы. Мне кажется, вообще очень хорошее занятие. Я считаю, для женщины просто идеально. Во-первых, у тебя свой график. То есть ты можешь записывать клиента в день, когда тебе удобно. У тебя нету графика, например, с девяти до шести. Ты можешь, например, в день взять двух клиентов, потом ты свободна. Если ты качественно будешь делать, там сделаешь пару блогерам. Пусть небольшим на основе бартера. В дальнейшем можешь открыть свою студию, дальше развиваться. То есть вот бьюти, вот эта сфера. Я не знаю, как вам, но мне лично она очень близка. Мне нравится это все. Если бы у меня не было постоянной работы, и не было бы ютуба, то я бы с удовольствием этим занималась. Мне нравится. Кстати, я не знаю, вам сказала или нет. Если сказала, слушайте еще раз. Вчера в видео я там немножко по-другому собрала волосы, сделала такой образ. И мне такой брат сегодня утром отправляет в войс, что Айка, ты так офигенно выглядела в этом видео. Я такая, бог мой. То есть брат у меня никогда меня не хвалит. Я была в шоке от того, что он говорит. И сегодня я решила новый образ. Решила, знаете, в таком платке. Надела платок. Мама говорит, тебе совершенно не подходит. Ты ужасно просто выглядишь. Платок это вообще не твое. Если вы хотите, на следующее видео я обязательно надену платок, и вы посмотрите со стороны, как мне идет или нет. Такие вот делишки. На чем мы остановились? Забыла даже соус взять. Чай был с десертом, а здесь сок. В общем, я считаю, что самое главное заниматься своим любимым делом и развиваться. Никогда не стоять на месте. Когда я работала в магазине техники, и я хотела перейти на другую должность, чтобы получать там чуть больше. И мне мой босс всегда говорил, что ой, зачем тебе? У тебя такая хорошая работа, то есть ты суббота-воскресенье дома, ты рано уходишь с работы. На этой должности хоть и зарплата хорошая, но ты там замучаешься. Я ему всегда говорила, пусть будет работа сложнее, но зато зарплата больше, зато перспектив больше. Так что, мои хорошие, обязательно надо стремиться. Наткнулась чисто случайно в инстаграме магазин одежды дома. Я не знаю, откуда девочки привозят эту одежду, но они продают чуть дешевле, чем у нас здесь в магазинах. И поэтому у них там на каждой фотографии по 400 лайков. Представляете, сколько людей подписано на них? Подписан бог с ним, подписан можно накрутить сколько угодно. Самое главное, что реальные лайки, реальные люди раскрутились. две сестры, две сестры, по-моему, прямо из дома фотографируют, например, одежду, выкладывают в инстаграм и указывают внизу цену, все параметры, нравится, бери. мне кажется, уже потихоньку люди настолько обленились. Единственное, я выхожу в супермаркет, и то я думаю, как можно решить этот вопрос, чтобы не выходить из дома в супермаркет, есть доставка еды домой, но там, знаете, проблема, не все товары, которые есть в супермаркете, указаны на сайте, поэтому немного неудобно. Там, получается, вы всего 100 рублей доплачиваете и вам приносят все домой. Не тащишься с этими пакетами. Я просто хотела наполнитель для котика купить, а там не было. На сайте просто я не нашла. Немного неудобный сайт. Я поела, честно, я особо даже не наелась, поэтому, наверное, буду снимать еще один мукбанг. Было очень вкусно, особенно десерт. Как вы думаете насчет того, чтобы снять мукбанг только с этими десертами, 5-6 штук, пишите внизу. Я очень надеюсь, что я сумела вас хоть немножечко смотивировать. Если это было так, то обязательно пишите в комментариях. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Всем пока!